Итак, нам нужен новый сериал про подростков. Как насчёт подростки и оборотня? Волчонок. Подростки и вампиры? Дневники вампира. Подростки и магия? Сабрина. Подростки и секс? Половое воспитание. Подростки и смерть? 13 причин почему. Ладно. А что если подростки и боги? Перси Джексон? А сериал? Дорогие друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротком. С вами Кин и Скандинавские боги в сериале Рагнарёк. По сюжету сериала в город Эда переезжает мать Турит и два её сына, Лауритс и Магне. Лауритс вполне обычный подросток. Общительный, умный, весёлый, чего нельзя сказать про его брата. Магне в свою очередь далеко не душа компании, да и к тому же страдает от дислексии. Если кто не знает, дислексия это такая болезнь, за которой не получается читать или писать. Как например Перси Джексон. Когда-то они жили в Эдде, но после смерти отца переехали, а теперь вернулись. И по возвращению Магне обнаруживает в себе необычные способности. Например, ему больше не нужны очки. Он стал сильнее, быстрее, усилилось обаяние и чувство к перемене погоды. Но вот один он такой особенный в этом странном городке. Или есть те, кто совсем не те, кем кажутся. Это вы и узнаете в сериале. Сразу оговорюсь, в конце видео я скажу пару слов про также вышедший недавно фильм Вальгалла Рагнарёк. Ну а что, тематики схожи и почему бы и нет. Я здесь знаком! Сделаем такой своеобразный скандинавский выпуск. И для начала я предлагаю освежить в памяти скандинавскую мифологию. Согласно которой существует 9 миров, из которых мы вспомним 3. Мидгард, земля людей, Йотунхейм, обиталище великанов и Асгард, мир богов. Одина, Тора, Бальдора, Сив, Фрик, Фрея и прочих, которые вели великую войну с великанами. Пока не наступил предсказанный Рагнарёк. Или в простонародии гибель богов и всего мира. Согласно пророчеству, в этот день сошлись в битве все. Боги, великаны и прочие. Но никто не мог одержать победу. И тогда огненный великан Сурд собрал всеубийственную мощь своего огня и обрушил ее на землю. Тем самым положив конец войне света и тьмы. И вот согласно некоторым моментам из сериала, город Эдда это и есть место этого самого Рагнарёка. Но думаю, как вы уже поняли, огонь Сурта уничтожил не всех. Так что этот сериал можно считать своеобразным продолжением легенды. Вообще у меня есть 3 любимых поджанра, кроме супергероики. Это психи. Сериалы по типу Декстера или Блудного сына. Манипуляции со временем и реальностью. Ну думаю понятно, тут доктор кто. Ну и мифы. Типа американских богов или Рагнарёка. И как мне кажется, Рагнарёк структурирован довольно удобно. Он не перегружает скандинавской мифологией, но немного учит ей. Но если вы с ней немного знакомы, то вы будете, как и я, сидеть и играть в игру. Так это же... Так это же... А это же он... Это он! Хотя... Или нет? Или... Да, да это же он! Вообще трейлер сериала немного обманул. Ну или что более вероятно, я его неправильно понял. Я-то думал, меня будут ждать тонные взгляды и скучные разговоры. А нет. Сериал вышел довольно даже живым. Ну и, конечно, немного загадочным. Я бы, наверное, даже сравнил его с первым сезоном Волчонка. Только без явно выставленной любовной линии. А загадка заставляет сидеть и думать, правильно ли ты понимаешь происходящее и кто есть кто. Или всё же ошибаешься. Также я особенно хотел бы выделить заявление в данном сериале. Вот о чём сейчас в основном агитируют многие шоу. Мне сразу на ум приходят феминизм, расизм и толерантность. Да, и в этом сериале есть ЛГБТ-персонаж. Это брат Магне Лаурец. Что я думаю о таких персонажах? Смотри вот здесь. Но в этом сериале самый громкий акцент это загрязнение окружающей среды. И это не просто оговорка в одной серии. Этим прошит весь сериал. Который, к слову, вышел чертовски красивым. И нет, я не про визуал. Думаю, понятно, что эта тема тут довольно бюджетная. Я говорю про холодную красоту норвежских пейзажей. Также не могу не упомянуть, что фанаты норвежской версии стыда найдут здесь пару знакомых лиц. Видимо, есть норвежская коммуналка наподобие британской. Только нам о ней никто не рассказывает. Также к большим плюсам можно отнести и музыкальное сопровождение. Да вы только послушайте, с чего начинается первая серия. Что можно сказать по минусам? Иногда серии бывают скучноваты. Но не часто. Ну а если в целом подвести итог, то это такой же, как и многие сериалы о взрослении. Сериал о жизни подростков, грамотно сбалансированный с пока еще не заезженной скандинавской мифологией. Красивыми пейзажами и актуальными вопросами о сохранении природы. И как по мне негласное правило, если кто-то умирает в первой серии, то сериал будет офигенным. Работает и здесь. И черт возьми, какие же у них крутые имена. Почти каждая звучит как имя какого-то бога. Магне, Лаурец, Сакса, Фьор, Рёсква, Тиальфи. И вот последних двух я взял из недавнего фильма Вальгала. Рагнарёк. О котором я сейчас и поговорю. Сразу говорю, будут спойлеры. Так что если планируете на него пойти... Не надо. Не тратьте деньги. Даже с торрентов не качайте, не тратьте время. Ни на скачивание, ни на просмотр. Но если все-таки решитесь пойти, то выключайте это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И всем большое спасибо за просмотр. И сразу оговорюсь, все сказанное далее это сугубо лично мое мнение. И это капец. Даже нет. Это пиздец. Иначе я не могу это назвать. И я понимаю какие-то не совсем верные корректировки или поправки сериала, связанные с легендой. Как ни крути, это выдуманное продолжение. Идеи автора. Не затрагивающие легенду. За исключением одного момента, что получается, что мощь Сурта положила не всех. Но данный, сука, фильм показывает нам сами события Рагнарёка. И нет, я не то, чтобы прям лютый знаток скандинавской мифологии, прочитал все книги, все рассказы и все, что только можно. Просто я что в детстве, что сейчас люблю всякую мифологию. А поэтому лазю иногда по разным сайтам, да по той же Википедии. И читаю разные мифы, легенды, истории. И специально перед этим фильмом я снова залез в Википедию. Снова, потому что я лазил в нее перед фильмом Тор Рагнарёк. Я залез и освежил память. Потому что, судя по трейлеру, он ожидал сам Рагнарёк. Ведь весь трейлер нам тыкали Фенриром. Ведь, согласно предсказаниям, в день Рагнарёка Фенрир освободится от своих пут. На что нам и намекали. А также там был брутальный Тор, новые персонажи и явно не голливудская подача. Но давайте по порядку. Пришел я, значит, на сеанс, сидела на нем человек пять. Я подумал, ну ладно, не все фанатеют от мифологии. Фильм-то явно на любителя. На любителя театральных постановок. Нет, в целом из фильма идея легенды понятна. Но столько несостыковок, столько косяков, такое отсутствие масштаба. А Рагнарёк охренеть, какое масштабное событие. Но масштаба нет. Видимо, пес сожрал бюджет. Да и Фенрир это показали раза три за фильм полноценно. Великаны, главные противники богов. Совсем не великанистые, я бы сказал. Больше на одичалах каких-то похожи. Да и от богов я бы сказал, что масштабом не пахнет. Просто огромной кучи персонажей из легенды не хватает. Например, той же Хеллы и Мертвецов. Нет, там есть одна бабка, которая называет себя Смерть. Но Локи сражается против нее, хотя в легенде он был на ее стороне, если это она. Ни сынов Фенрира, ни змея Ермунганда, ни огненных великанов, нет Сурта. Да и самого Рагнарёка, спойлер, не происходит. Что за бред? Может, поэтому в фильме все неправильно? Тогда на хера вы нас подводили к этому? Фенрир сбежал. Близится решающая битва богов и великанов. Нам грозит Рагнарёк. Так, в фильме показали стычку богов и великанов. Дойти в великаны ростом с богов, а боги ростом с людей. Да и показана эта стычка, как театральная постановка. Ой, блядь, а мне кажется, даже в театре она бы выглядела лучше. История подается жеванно. Персонажи тупят, бесят и меняют свое решение за пару минут. А всех может спасти девочка Рёсква. Черт, крутое имя. В которой перерождается какая-то там богиня, я уже не помню. Из-за чего девочка может повелевать Фенриром? Который на секунду должен был сутка солнца сожрать. Ах да, у нее еще пузо светится. И один раз за фильм ей это помогает. Как пример, я сейчас вспомню пару дебильных сцен. В конце фильма Рёскве говорят, что она богиня и то, что она может остаться в пантеоне. На что она говорит, что нет, я отправлюсь к родителям и буду помогать им. Почему-то в начале фильма она, сука, об этом думать отказывалась. На что ее брат Ти Альфи говорит, что, мол, останусь я. И рано или поздно я займу место в этом пантеоне. Хотя он там нахер никому не всрался и никто не просил его оставаться. Сеструха говорит, что, мол, я пошла. Доходит до Бифрёста, где ее догоняет Ти Альфи. Они обнимаются и уходят вместе. Между этими событиями прошло минуты две или минута. Что за бред? Расстояние, где она прошла, судя по фильму, не такое уж и большое. Почему он передумал? Почему он не остался? Может, его там за шквар выкинули? Ничего этого не объясняется. Это просто происходит вот так вот. Также есть сцена, где бабка смерть держит друга главной героини за огненной стеной. Главная героиня говорит, что надо бежать за ним. Но остальные боги, само собой, ее держат. И вроде бы напряженная сцена. Как поступить главной героине? Уйти с богами и оставить лучшего друга? Или все-таки побороться? Сложнейший выбор сделает лишь сильнейший. Спустя минуту диалога она прыгает через стену огня, забирает друга, выпрыгивает с ним обратно и не уходит. Да, все так. Что за бред? И вы понимаете бред происходящего. То есть, Марвеловский Тор, основанный на комиксах, основанный на легендах, по деталям показал лучше Рагнарёк, чем фильм, показывающий чисто Рагнарёк. А самое, чего я не понимаю, это дикого восторга на разных сайтах по поводу этого фильма. Нет, я не спорю. Каждый имеет право на свое мнение. Но я натыкался на комментарии по типу, наконец-то, подлинная история Рагнарёка. Мммм. В общем, если хотите, я попробую сделать полноценный разбор этого фильма. Поштудирую разные материалы, полазью по той же Википедии, по разным сайтам, может найду какие еще источники. Пишите в комментариях. Что ж, друзья, а на этом скандинавский выпуск подошел к концу. И если вам все понравилось, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк, а также пишите в комментариях, какая мифология ваша любимая. А в описании вы найдете ссылки для вашей поддержки канала, а также вы найдете ссылки на мою группу ВК и Инстаграм. Буду благодарен за подписку. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов. И помните, в вас есть огромная сила. Вам надо только ее раскрыть. Пока. Дождь собирается. Да уж, придурок, на небе не облачко. По прогнозу весь день ясно, Магне.